Это сейчас люди друг друга поздравляют больше по телефону или с помощью СМС. А еще каких-то 40 лет назад добрые пожелания разлетались по всей стране на вот таких вот открытках. Добрые, трогательные. Эти почтовые карточки по-особому грели душу. Чаще всего художники на них изображали новогодние часы, кремль, лесные пейзажи и сюжеты детских мультфильмов. Прослеживались и идеологические ноты. По новогодним открыткам можно смело изучать историю страны. Первый полет в космос, Олимпиада и, конечно, Великая Отечественная война. Открытки сейчас, может быть, где-то вытесняются современными цифровыми технологиями. Но вот сидеть, писать, делать какой-то черновик, поздравлять человека – это развивало определенные эмоции. Молодые посетители выставки с большим интересом разглядывают экспонаты. Школьники признаются – сейчас в их среде не принято дарить открытки. Однако сегодня многие вдохновились и, возможно, со временем традиция вновь возродится. Очень необычно посмотреть, что было у других людей, что они отправляли. Как они представляли будущее 2000-й год. Было очень интересно на одной из открыток. На стендах представлено более ста экспонатов дореволюционного и советского периодов. Их долгие годы собирали сотрудники музея. Есть и самодельные игрушки – фигурки из пенопласта, стеклянные бусы и фрукты из ваты. Все это позволяет окунуться в праздничную волшебную атмосферу детства. Когда я был маленьким, украшали елку. И для меня тогда уже, вот я сейчас понимаю, эти игрушки были не новыми, так скажем. Но зато имя можно было играть. Я и в Новый год, и пока эта елка стояла, и играл с игрушками, которые сделаны из папье-маше, которые сделаны из пенопласта. Это было, в отличие от изобилия современных детских игр, игрушек всяких, действительно радовало в Новый год. Выставка продлится до 19 января. Организаторы обещают – ни один посетитель без новогоднего настроения не уйдет. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.